В то трагическое утро, она немножко опаздывала на работу. За ней приехал автомобиль где-то 8.20 утра, 8.25, и припарковался здесь. Это было как раз за пару минут ее выхода. В этот момент человек, который должен был обливать ее кислотой, стоял как раз вот в этом приеме, как потом пояснила женщина, которая его до этого видела неоднократно здесь. В итоге Катерина вышла где-то 8.30, она вышла с подъезда, обошла вот так вот машину, здесь был водитель, дверь у него была приоткрытая в этот момент, она обошла машину с этой стороны, начала здесь уже садиться в автомобиль, и в этот самый момент подошел обливающий, достал банку и начал поливать район затылка. Она была исполняющим обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета. В ее обязанности входили более гуманитарные вопросы, решение отдела регистрации, непосредственно наш отдел общественных связей подчинялся тоже Катерине Викторовне. Все, я уже говорила, все сопровождалось юмором, весельем, сейчас этого очень не хватает на самом деле, здесь как-то очень тихо стало без Катиного смеха, потому что только она умела так заразительно смеяться, звон. Катиного смеха, Это был именно митинг против, скажем так, противодействующих таких группировок против власти Херсонской, то есть Гордеевой Мангера. И при этом Катя очень жестко и хлестко высмеивала обе стороны, то есть она считала, что это результат борьбы за то, кому будет принадлежать право пилить лес. И она очень это четко, понятно, с картинками, с фотографиями вывозимого прямо в этот момент леса, с фурами прямо, вот она это очень расписала. И это могло, действительно могло напугать и дать старт процессу организации убийств. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...